Сегодня в Ульяновской области уделяется пристальное внимание вопросам экологии. В рамках государственных и региональных программ выделяются большие средства на благоустройство родников даже в самых отдаленных районах области, к которым трудно добраться. В село Старое Рождествено Старомайского района наша съемочная группа добиралась пару часов. Сначала на машине, потом еще несколько километров пешим ходом вдоль заснеженного склона и болотной местности. Дорога оказалась труднопроходимая, да еще и завалена снегом, выпавшим накануне, поэтому гостей сопровождали гиды из числа местных жителей. Большие усилия были приложены, чтобы попасть на родник, который старожилы называют Святой Ключ. В этом году источник был благоустроен в рамках государственной программы охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области. На эти цели муниципалитет получил 100 тысяч рублей с учетом софинансирования работ из местного бюджета. Деньги потратили на засыпку фильтра, установку бетонного кольца и сруба, а также пара лавочек. Мы благоустроили с 2016 года пять родников. В этом году было благоустроено два родника, Старом Рождественной и Татарскому Райкину. Был потрачен 131 тысяча рублей на два родника. В следующем году у родника сельчане планируют убрать поросль, сделать добротное ограждение и проложить удобную дорогу до исторического места силы, как его называют сами жители. По преданию, сюда в День Духов, второй день православного праздника Троица, спускалось все село. Старом Лад молились о хорошем урожае и здоровье своих близких. Сейчас общественность хочет возродить забытые традиции и в ближайшем будущем построить часовню для молитвы и крестного хода. Не меньшую историческую значимость представляет источник в селе Татарское Урайкино, облагороженный также в этом году в Старомайском районе. На сходе граждан люди решили дать ключу ласковое название «Родник дедушки Урая», потому что возраст источника приличный – более 370 лет. На берегу реки, где расположилось село, было очень много родников. Их и сегодня действующих родников где-то 5-6. Потом решили с помощью правительства Ульяновской области и администрации Старомайского района, решили облагородить вот этот родник. Этот родник примерно по возрасту такой же, как возраст села. Считают, что возраст села – 370 лет. Источник делали всем миром, поэтому быстро завершили работу. Сегодня жители любят свой родник не только за прекрасный вкус воды, но еще за то, что здесь всегда можно встретить знакомых и пообщаться, узнать последние сельские новости. Местом для встреч и общения также служит родник в селе Уразгильдина Чердоклинского района. Источник считается святым, а воду отсюда используют для питья еще с 18 века. Здесь построили площадку, вбили сваи, завезли грунт, расчистили от тыла бьющий из-под земли источник, вывели его наружу, установили настил из профлиста. Раньше не было колонок, башен не было. И многие люди сюда спускались за водой, за питьевой водой. И это место называют святым местом, потому что там выходит вода, это родник, это жизнь. И мы очень обрадовались, что обновили, потому что он старый, тот еще он стоял, тот струб сосновый с 18 века. Местные благодаря спонсорской помощи планируют сделать удобную дорогу к святому источнику, потому как сегодня туда можно добраться только на полноприводной машине или долго добираться по ухабистому полю пешком. Это первый этап такой, что было запланировано. Мы на следующий год думаем еще больше облагородить. По словам профильного министра, в этом году муниципалитеты на благоустройство родников получили 2 миллиона 400 тысяч рублей, то есть по 100 тысяч рублей на каждое муниципальное образование. За счет этих средств удалось привести в порядок 27 источников. На следующий год запланирована цифра чуть больше, порядка 30 источников. У нас уже есть планы на 2020 год и на 2021 год. Мы сформировали вместе с главами администрации муниципальных образований планы по каждому муниципалитету. Определены родники, которые будут благоустроены за счет средств субсидий регионального бюджета по линии госпрограммы по охране окружающей среды. Определены родники, которые будут благоустроены в рамках поддержки со стороны крупных предприятий. Кроме того, в рамках социально-экологической помощи лесок с заготовительными организациями и арендаторами лесных участков продолжится благоустройство родников, расположенных в лесах вблизи сел. Напомним, родник как памятник природы имеет не только эстетическое, экологическое, но и хозяйственное значение. При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управда ТВ. Новости Управда ТВ.